Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 12 апреля, и вот зайдя в теплицу, я увидела свои эти пленки, под которыми у меня трава выпаривается. Решила вам рассказать, как я избавляюсь от большинства, от основной массы сорняков в теплице. В прошлом году у меня спрашивали, почему у вас в теплице нет травы, не видно. У меня трава, конечно, есть, но ее намного меньше, чем в огороде, потому что здесь я делаю провокацию для сорняков. Когда-то давно вычитала об этом методе, мне очень нравится. Не всегда успеваю, но когда успеваю, то летом освобождаю себя от таких вот этих трудоемких прополок, потому что здесь места мало ползать между рядами. Смотрите, пока грунт влажный в теплице, накрываю пленкой. Сейчас стоит теплая погода. Если влажный грунт и теплая погода, там создается такой микроклимат, ну как бы вот этот тепличный эффект создала я им. И все сорняки просыпаются, какие там есть. Вот видите, именно под этой пленкой, где она была закрыта, очень хорошо выросла вся трава. Тут очень просто. Если ее не открывать, закрыть до самой высадки, она просто там сгорит и спарится, потому что вы понимаете, что как она только родилась, ей там сначала хорошо, потом ей будет жарко, листья все сгорят. Все. Основная масса обычно так всходит и погибает. Почему именно пленкой укрывать? Ну это очень просто. Видите, вот здесь не укрыто у меня вот этот вот ряд. Высыхает быстро земля на солнце. И в сухом грунте семена сорняков, они конечно там есть, но у них неподходящие условия для всхода, то есть им не хватает воды. И они будут там лежать в спящем состоянии. Как только я сюда высажу сейчас, как только начну свои томаты поливать, они моментально взойдут все и вырастут. Так что вот на этой полосе мне придется пропалывать, потому что здесь я прикрыть уже не смогу, у меня здесь вот шпинат сходит. И я не успела закрыть, когда успеваю, а когда нет. Но вот эта вот грядка у меня будет уже без травы, потому что тут я предусмотрительно прикрыла, и вся эта полоса, которая крайняя вдоль дорожки, у меня будет без травы. Там уже какая-то трава погибла, какая-то сходит, и тут же она зажаривается на ярком солнце. Не всегда я успеваю, конечно, закрывать, но когда закрываю, потом спасибо себе говорю за то, что вовремя прикрыла, сделала провокацию для сорняков. Какие-то еще взойдут летом, но здесь теплица закрыта, лета сорняков со всего огорода нет, и если вот эти вот погибнут сейчас, основная масса, то других уже не будет, и все лето будет теплица чистая. Еще хотела сказать, можно и не закрывать пленкой, но тогда земля высыхает, вы понимаете, и тогда нужно поливать. Если просто поливать землю и создать благоприятные условия для сорняков, то они у вас, конечно, взойдут, они у вас зайдут, вырастут, вы потом сможете перекопать весь этот грунт, и они погибнут. Это вот самая основная, первая волна сорняков, она самая многочисленная. Потом теплица закрыта, новых семян сюда уже ветер не придувает, и все будет хорошо. Вот это коротенький видеоролик о том, как можно избавиться от сорняков в теплице, то есть создать им провокацию, или пленкой прикрыть, чтобы они совсем погибли, сжарились, или поливать, а потом при перекопке они тоже погибнут. Все, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова